обратите внимание на сочетание цветов вот мне кажется в природе природа этого именно тот источник который может нескончаемо питать вас вдохновение вот такая серебристая серо-серебристая вероника вероника инкана вероника седая но не цветет это только лист но посмотрите какой красивый и фиолетовый такой змееголовник не так приветствую друзья посмотрим на вот эту палитру фиолетовую да это змееголовник змееголовник поникший дракоцефалом нутенс фиолетовые оттенки синий фиолетовый красно-фиолетовый или просто фиолетовый или может быть даже другой цветовой групп нам наговорит черника там фиалка и баклажан кому как нравится да это змееголовник поникший значит растение которое можно встретить по степненочкам разным по разным склонам косогором сухим вдоль дорог иногда в городе в красноярске даже можно прям увидите без всяких проблем ну вот в наших лесах можно увидеть еще вот такой как на картинке это змееголовник руша дракоцефалом руша она тоже довольно широко представлен а вообще змееголовников для флоры юга сибири приводит около 11 видов по моему причем у нас произрастает много разных миголовников ну почему-то я вот прям обожаю вот этот палитра вдохновение это семейство губоцветные или ламиация да по латыни очень такие ароматные растения зачастую всем вам прекрасно известны это вот все эту змееголовником снимаю конечно же мяту душничку душица там чабрец все это все прекрасно знаете часто многие употребляют и в пищу кто-то чаи заваривает а в общем такие растения это и растения разных сорных мест под ногами у нас бывают кругом виси разобраться вот и вот у них такие характерные цветы напоминающие раскрытую по змеи или дракона за что получили свое название соцветия в виде мутовок который содержит по нескольку цветков со сами цветы цветочки они имеют неправильную форму еще дегомортные называют и венчик то есть и сам цветочек один если рассмотреть и видно отчетливо как будто две губы снизу и сверху до или вот у меня из палисадника так вот и нижняя губа это она образована тремя сросшимися грубо говоря лепестками а вот два других лепестка не как бы спаяны и виде свода и образуют верхнюю губу вот здесь немножечко еще порассматриваем цветы да здесь кстати видно и опушение цветка опушение имею ввиду стебли видно хорошо да и даже лист видно что опушен листья вот я про листья не сказала супротивные листья да но я обмолвилась о том что я в палисай у меня в палисаднике до года два-три назад я высадила пару кустиков змееголовника в палисадник он прекрасно прижился правда да легко выскакивает из клумбы и прямо не стесняется занимает везде свободную почву собственно я ему рада даже даже среди клубники или других местах в совершении хочется сказать что это конечно же медоносное растение опыляется пчелами то есть митомофильная ну и допустим всем известная лаванда это конечно же представитель всего того же семейства губоцветные и змееголовник вот этот поникши это многолетнее растение если вдруг займите в палисаднике будет очень долго вас радовать давайте немножко порассматриваем его после дождичка его немного загнула хотела показать вам рис лист расположения вот здесь тоже хорошо видно мне кажется что стебли четырех гранные и вот эти супротивные листики один против другого грубо говоря лист простой немного такой краешек у него неровный какой-то такой округлозубчатый конечно же в определителях мы найдем другой термин уж я использовала это слово такой змееголовник поникший сегодня после дождичка прям поникший поникший наклонил свои головки соцветия очень быстро семенами размножается превосходно зимует часто его можно увидеть на таких почвах довольно таки бедных и не таких легких легких и вообще где-то бывает чуть ли не на камнях сидит поэтому такой не требует нетребовательный поэтому легко приживается и по моему это прекрасное растение так вот для многолетних для каких-то кто любит саду держать многолетники какие-то